Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынков и компании Технил, и сами я, Артур Идиатурин. Торговля в условиях негативных сюрпризов в данных по китайской экономике постепенно входит в привычку. Темпы роста промышленного выпуска замедлились до 17-летнего минимума в мае. О снижении капитальных инвестиций сообщают, что скорое восстановление объемов производства не предвидится. Выпуск промышленных фабрик вырос всего на 5% в мае в годовом выражении, отстап от прогнозов 5,4%. В апреле данные показатели также состоят 5,4%. Стоит заметить, что темпы роста производства спустились до уровня 2002 года, показывая, насколько хрупкой была промышленная экспансия в Китае. Инвестиции в основные фонды выросли меньшим темпом, чем предполагалось, укрепляя ожидание, что Пекин развернет более масштабные меры по поддержке экономики. Комментарии вице-премьера Лю Хе в четверг подогрели ожидание об увеличении правительства фискального монетарного стимулирования в ответ на усиление торговой напряженности. Чиновник допустил более активное вмешательство регулятора, то есть Национального банка Китая, также заверил, что власти располагают достаточными средствами и волей для противостояния внешним вызовам. Однако, несмотря на уйму предпринятых мер, основные индикаторы состояния китайской экономики, вот включая и майские данные, сегодняшние указывают на тотальное торможение активности, так как растут в корпоративной среде китайские опасения, что быстрое разрешение торгового спора не произойдет. Затем эти негативные эффекты, естественно, просачиваются в потребительскую уверенность через стагнацию зарплаты, увеличение количества увольнений и так далее. Данные в пятницу подтвердили предположение, что внутренний потребительский спрос продолжает слабеть, на что также указали вышедшие ранее данные по импорту и объему новых кредитов. Инвестиции в капитальные активы выросли всего на 5,6% в данном выражении, против 6,1% в прошлом периоде. Частные инвестиции в основные фонды, на которые приходится около 60% от всех инвестиций в Китай, также замедлились до 5,3% против 5,5% в предыдущем периоде. Расходы на инфраструктуру, один из индикаторов активности фискального вмещательства в экономику, замедлился с 4,4% до всего лишь 4% в мае в годовом выражении. Данные показатели находятся, естественно, под пристальным вниманием инвесторов, так как на госзаказ сейчас процветает большое количество сталь-литейных предприятий и цементных предприятий. Инвестиции в жилье, один из ключевых драйверов, как и потребительского спроса, так и вообще драйвера экономики, они сбавили темп роста до 11,2% за первые 5 месяцев. В прошлом периоде данный показатель составлял 11,9%. В розничных продажах произошел перелом момента, это стал единственный проблеск надежды из всего ряда данных, который вышел сегодня. В мае розничные продажи выросли до 8,6% с 7,2% в апреле. Во многом это произошло благодаря снижению налогов и другим стимулирующим мерам, которые поддержали внутренний потребительский спрос. Однако часть укрепления продаж приходится на инфляцию, это также стоит учитывать, этот показатель у нас рассчитывается, исчисляется в годовом выражении, поэтому не стоит быть слишком оптимистичным по поводу роста розничных продаж. Ранее на этой неделе Ассоциация автопроизводителей Китая отчиталась о худшем месяце продаж за всю историю, так как потребительская уверенность спрашивает откос, а некоторые провинции ужесточили стандартные эмиссии вредных газов в атмосферу, фактически запретив продажи некоторых бюджетных автомобилей. На сегодня у меня все, спасибо за ваше внимание, увидимся с вами в понедельник. Спасибо. 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 Спасибо.